Где находимся, говори? Мы в заповеднике. В каком заповеднике? Сафари пар, точно, точно. Самцов, люди называют сикачами. У самцов кулки, у самцов кулков сметан, но кулки у них на втором году жизни не растут, то есть, если еще молодые, им по 5 месяцев. Я видел больше. В холке вырастают взрослые сикачи, могут достигать метр двадцать, метр тридцать высотой. Самки до двухсот килограмм могут вес достигать, самцы до двухсот пятидесяти, до двухсот пятидесяти. Бегают очень быстро, до сорока километров в час, скорость могут разъедать. А что, фото, можно? Конечно, можно фотографировать. В природе все явно, то есть, считаются травой чаще всего, там, грибы, ягоды, корни копают, корешки любят, там, желуди. Могут и мясом питаться, но сами охотиться не будут, охотиться сами не будут. Но если какого-то подраненного зверя встретят, например, могут запросто задрать, то есть, не пожалеют, так же, не побледуют и мясом. Так же мертвым следают, съедают, падаль там собирают. Считается в природе любимый корм, то есть, излюбленный такой тигров. То есть, тигр любят их пасти, выпасывают, пасут их, не останутся, по одному вылавливают, пытаются, таким образом. Победите, бывает, рождается, у них по 12 поросят. У нас их 5 поросят, то есть, у нас отдельно находится, все постарше, то есть, вы их видите, что с моста слезут, но мы хоть покорить не взяли. Когда маленькие они были, у нас здесь ходили полосатые, их разрешалось, у нас было 2 бутылочки, то есть, молоко, мы поили молоком. Сейчас их опасно уже стало поить молоком. Не то, что там они тверепые такие, потому что прыгают на эти бутылочки, прям взбивают, детей, так же, дети, потому что поют, но взбивают, их опасно уже было. Подойдем сейчас, увидим сейчас всех, у кого у нас что есть. Шевнин, а кого ты хочешь увидеть, говори? Козлик, а там козлик раньше был, он там, маленький козлик, большой козлик. Нам всем хочется больше всего козлик. У нас 2 тигра построены, то есть, у нас 2 тигра в парке, амурский тигра, он же уцуристский тигра родного названия. То есть, у нас 2 тигра по сличкам, амур и тайга их за нами. По документам они к нам приехали, как 2 девочки, амурочка и тайга. Прошло время, то есть, 2 месяца, мы увидели, что это амур, то есть, самец оказался мальчик, но у нас есть одного помета, то есть, брат и сестра получили. Они у нас живут отдельно, но сегодня они у нас вместе находятся. Как в пятницу им давали кабанчика, то есть, живым запускали туда в парк. Они пришлось самочку к нему запустить, то есть, чтобы они вдвоем его, чтобы побыстрее съели. Маленькие парки, они зашли, сейчас они находятся в Большом парке. То есть, вот в этих маленьких вольерках, где будка стоит деревянной, они здесь питаются и ночью находятся. Утром первая группа приезжает, в 10 утра парк открывается, они видят тигров здесь в маленьких вольерах, потом выпускаем по Большим паркам. Сейчас они в Большом парке, потому что не зашли сюда, их наелись в Большом парке, выпускали в корма. А при вещей сегодня нас едим? Конечно, увидим, но уже в большом парке. Но они вместе ходят в одном парке сегодня, то есть два дня уже. А и так они живут полгода отдельно, потому что они брата и сестра твои, чтобы у них общих детей не было. То есть в природе они, конечно, надо смотреть не будут, они там друг другу приходится, но в зоопарках, в парках делают специально так. Но они еще не половозрелые, то есть маленькие, потому и не боимся, мы пустили ее сюда к нему. Половозрелость наступает у тигров на четвертом году жизни. Нашим тиграм 2 апреля исполнится 3 года только. Они еще считаются котятами. Как котятами? Самец килограмм 180. Санта, да, вон 60 кг. Пройдемте по мосту будем, теперь, мы его бы увидим, что он. Мы уже не сходим по мясу, сами снимали. Мы не сходим по мясу, не сходим по мясу. Мы уже здесь две ночи, а они все не заходят, потому что мы запускали, когда мы их не встретили. Что это было? Не сходим, вот там сосуд запускали, но мы их не делали, как они теперь делали. Мы съемки, был директор, был с тем, кто хотел запретить туда. Половозреление не встает. Реально? Да, подавляет, блин. Так, вуу. О, это что? О, тигр, тигр. Вау. Посмотрите туда. Он тут, смотри. А, смотрит на нее, да? Ага, ну-ка, дайте-ка я на него. Тигра. Прямо под нами тигр. Тигра, киса, 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 киса. Пугает оленей. Олени за забором. Видят друг друга. Олень побежал, тигр пошел. Они у них челюсти очень мощные. Они могут схватить. Ну, они не так берут губами, как у тигр. Снезят уже, будут такие случаи. Ну-фига. Мы видели, он прямо сейчас где-то к сетке подошел. Они не только к путей, да? Пройдемте, то есть мы сейчас вернемся назад. Сначала пройдем по маленькую копытник, потом сюда вернемся. Это вот у нее, да? Мамка, это помешная, мамка, у нее изюбр, папка олень пятнистый. Видите, на корм мыши. Ну, нихрилая такая. Она отличается телосложением. Пятнистый олень чистокровый не меньший размер. На, держи, то она сейчас на меня будет лезть. Можно мне. Сейчас так. Она отличается телосложением крупнее пятнистых олений. Вернитесь назад. Потом про нее расскажу. Только маленькую. Она отличается телосложением, то есть больше на изюбр телосложение крупное. А такая же с пятнами, как олени пятнистые. Ну, пятен сейчас, видите, нету? Хорошая. Пятна только весной. То есть весной будет линять и будет рыжая с белыми пятнами. Появятся пятна. Еще пятнистый олень называют олень цветок. Вот за этот их не окрас. А самцы, если гибриды такие, как она, поместные, рождаются, они бесплодные. Потомца самцы не дают. Только самки дают потомца. Она вот два раза потомца принесла. То есть самочку есть, если покажу. А ты еще пусинка была. Нет? А если это, я сейчас на телефон хочу снимать. Вот это вот чистокровная линейка на тропинке проехала. Это гибридная, потому что, видите, высокая. А это чистокровная линейка, она старше, чем метр. Она постоянно, как пылесос, нахакивает, нахакивает, потом не подходит. До обеда примерно подходит, а потом еще не подходит. Доедка подходит. А так мы ковим после пятиапарта. Ее погладить можно? Да. А чистокровная кто? Олениха пятнистая. Самка пятнистая линейка. А что у них шерсти? Все шерсти. Все нормально шерсти. Да, деда сцепилась. А это не первый раз такое бывает. Они же отцепляются часто. Только оборвало, а потом зарастет нормально. Это тоже чистокровная тот, деднистая линейка. Но видите, они сейчас без пятен. Они с пятнами только летом. То есть на зиму зарастают черные. А вот это кто такая? Это косуля. То есть у нас тут 10 косулей. Это раз рожки, значит самец или нет? Да, это самец мальчик косуля. То есть в рога это только самцы. Самок в рога не бывает. Так что косули, изюбры, олени, там лось. Это косуля, это пятнистый олень, самка. Пятнистыми, как нам сказали, бывают только летом. В прошлом году у нас потомство она принесла. Это косуля, то есть дикая коза еще их называют. Далут бомбик. Жил у людей партизанских, там у них скилок, там у него соски выпоял. Потому людей не боится. Говорит, капусту сожрал в водородке, жалко стало. Говорит, привез, его нам отдал. Говорит, по двору бегать, как собака за мной. Привез, его нам отдал. У нас тут 10 косуль ходит. То есть, если мы сейчас увидим, весь постарший самки. У них понты побольше. Каждый год сбрасывают рога. Понты называют, у них рога молодые, когда растут рожки. Каждый год они сбрасывают рога. Вот они сбросили на 7 января. Уже у них выросли такие рога. Это самочка. Это вроде бы века зовут ее. Вот это к нам подходит самка изюбра. Это самка изюбра, изюбриха. То есть, зовут ее бусинка. Возраст ей 11 лет. То есть, она уже взрослая. Под вид благородного оленя изюбра. То есть, она основательница парка нашего изюбриха. То есть, ее парк у нас начинался открываться. Здоровенная изюбриха. Восемь лет нашему парку. Ей 10-11 год. Подумца ни разу не приносила. Потому что у нас самка нету. Но они могут быть петлистыми оленей. Какая-то поместная, гибридная такая получилась. Но она у нас за все время парка. Второй самец такой у нас. Второй такой поезд. Она их обоих отгонила. Но она высокая. Только метра полтора, наверное, да? У самцы намного больше рост. У нас самцы намного больше рост. Так, это кто у нас? Я так понимаю, это пятнистые олени, да? Самки. Хорошо, что мы сразу в пещерню поехали. Ну-ка, что говоришь? Хорошо, что мы сразу в пещерню поехали. Хорошо, что сюда поехали? Да. Понравился сюрприз? Да. В Владивостоке? Почему сюрприз? А я им не говорю, что мы в сафари-парк поедем. Мы на пещере вообще поехали. Вы со школы сапарки? Да. Пятый класс. Практически все. Нет, нет, нет. Вот она. Какая огромная. Больше тигра. Это изюбрь. Он же благородный олей. Самка. Здоровенная. У нас как будто сомсел паскет. Кусичка. Ой, вы меня лизнули за нос. Это же сомсел паскет. В прошлом время гонок. Это раньше пилос называется. У оленя вывезли. У нас есть сомсел, но он находится отдельно. Мы его увидим. Будем ходить по мосту. Вот ты увидишь. Косуля-самец. Косуля-самец. Он наш сапарки родился 3 года. Они каждый год сбрасывают рога. Это октябрь-ноябрь. Вот он в октябре сбросил. Вулкан, который поднимается. А этот маленький, который здесь возле нас, он не ловит бросил. Это все косули. С рогами самцы. Серые они бывают только зимой. Весной, летом они светлые. Косули такие зимой только серые. Весной парняют, будет полностью рыжий. Сзади белые попки. У них тоже только зимой укосули. То есть весной парняют, будет полностью рыжий. Белых этих не будет. Белые называют. То флажками, то зеркалами. По-разному. В природе прыгают прыжками. Вот несколько коротких один длинный прыжок укосули. Вот этот длинный прыжок укосули. Можно оттягать до 8 метров. Есть хочет. Косик. Вот это ее дочка подошла, Юльке. А вон и пятнышки видно. Пять месяцев видно. Ну это плохо видно. То есть весной они будут ярко рыжие, такие белые пятна. Олень цветок. А почему рогатый не стоит? А вот рогатый, смотри, вот он. А вот малыш. Он боится, как мы тут природа. Он 3 года пьется. Ручные совсем можно гладить. Рогатый. Сорога не трогай. Сосерцами рогах облезет и будут костяные. Это в мае произойдет. То есть будут такие костяные рога. До 3-х отростков вырастают. Уже начинают отростки вырастать именно на рогах. Каждый год сбрасывают. От октябрь-ноябрь рога не закидывают. Пятнистые холени тоже сбрасывают рога. У них ценные понты. У них не ценные понты. Потому что они на зиму скидывают. А пятнистые они не наличь. Рога называют рога. Лоси он настиг. У нас только при мозгом крае, который живот не обитает. Лос у нас не обитает. Ну, их когда за рога трогаешься более. Нет, нет. Падаются косули только в августе. У них гон происходит август. Ничего у них тут нет. Эй, эй. Они зацеплились где-то, ободрались. То есть у них облазит таким образом шерсть. Но у них облазит маня. Смотри, что там. Коля! Смотри, сожжали. О, вот это вообще. Облазит таким образом. Они где-то зацепили. Вот внизу с той стороны стоят. Вот видите, вулкан тоже линяет. Это же клочками у него облазит все. Вау. Рождаются косули рыжие, потому что на лето рождаются. И пятнышки по бокам. У них маскировка такая. То есть как у поросят полоски маскировка, так у диких. То есть как у этих тоже маскировка, так у них тоже маскировка, так у них нет. Потом еще и зацепите, и у них когда-нибудь пятнышки. Что было? Я на ногу ударила дышей ногой. Ненормально. Передней ногой? Да, передней. Да, ютуб просил. Четыре года вулкан. В октябре сбросили рога, вот такие же понты. До мая вырастет рога. Шесть облезет, больше секрет. Бодаться начнут в августе. Гор будет происходить. То есть сам не какой-то посидит, но не тоже бодается. Силикин, ты что творишь? Она мне передней ногой пнула. Она мне передней ногой пнула. Жалуешься, да, на нее наказать? Ремня дать ей? Нет, нет. Она может такое. Потому что много людей, дети, кричат все. Видите, они тоже как-то устают бояться. Вот эта самочка вот она стоит. Да, вот ее Валя. Ей возраст уже 9 лет. Она самая взрослая из всех. Это вулкана мама. Нет, самочки только безрогие. То есть самцы только с рогами. Олени, косули, изюбры там. Только самцы, ребята. У самочек, у косулик маленькие хвостики есть. У самцов этих хвостиков нет. Они в природе травоядные. То есть питаются травой, там грибы, ягоды едят, голди, кору там на деревьях. Мох обедает. Кочки. Также могут и поганки даже есть. Такое. Я сюда не советовала, она кусается. Она не кусается. Она принесет. Я же не калуру. Я копыта твои фотографирую. Мощный класс. Интересуешься, да, что тут такое с тобой делаешь? Косуля тут ходит и интересуется тоже. Что-то с правым глазом у нее непорядок. Но тигролапа очень мощная. Представь тигра сюда запустить. Вот им раздули. Что делать? Она взымает. Ну вон еще одна идет. На, на. На, на, на. Вообще косули прыгают два с половиной барьер могут взять метра. Конечно, мог бы раз в их жизни. Им было по 7 месяцев, когда их сюда к нам привезли. А где второй? В Китае пришли, плохо проверили. О, вон свиньи ходят. А вон свиньи ходят, смотри. А, ну да, кабанчик. Вот эта лежит, которая вроде бы не вкусная. Это да, самочка. Вот это самка, да? Вот тут самец лежит. А тут самец. Полосок одинаковых, утидров нету. Как отпечатки пальцев у людей, так у них эти же полоски. Так же ученых определяют по полоскам. Ахурица в природе старается. Ну, копытка их не пища, корм их не слышит. Косули, зубры, там олени, так же кабаны дикие. Любимый корм их не считается. Тегают очень быстро, до 80 км в час могут скорость разливать. Так же, как кошки домашние, по деревьям лазят. Ну, пока, хорошо лазят, пока молодые, вес пока не набрали. Потом вес набирает старше становится, уже труднее им залезть на дерево. Так же плавают хорошо, то есть любят купаться в жаркую погоду. Рыбу лоют, так же сами на нерест выходят тигры. Самец, Амур. По документам он к нам приехал, как Амурочка, то есть девочкой думали. Потому что они родились в Хабаровском засаде, три котенка в одном помете. То есть две самочки было, две сестры, а един самец брат был. Было нам решено передать две самочки с этого полета, а потом привезти самца. Все по ошибке достался самочек, самочка осталась там, но назад уже менять не стали. Какая-то сюда-сюда. Нам для них привезут пары, то есть отдельные с другого полета, для разведения мужского тигра. У нас международная программа такая. То есть будем разводить тигра, по-моему, это. Мы там месяце, в феврале, привезут нам уже самца. То есть поймали там он самца. Сейчас мы селись туда кочем на медитацию. Начал собак гонить там, в Китае пилили деревню собак. Ну выловили трех лет назад. А вот там мясо лежит, кровь попая. Я уже пять раз говорил, откуда эта кровь. То есть они задрали кабана дикого, мы запускали. То есть для съемок это было сделано, директор привез паросенка дикого, запустили его сюда. Амур его задрал, свой самец, потом самочку к нему запустили. Так самочка живет отдельно в другом парке у нас. Ну вот мы их разлучили полгода назад, чтобы у них общих детей не было. Потому что они брат и сестра. Так не положено. В природе они, конечно, на это смотреть не будут. Сегодня там друг другу приходится. А в зоопарках, засадок специально это делается. То есть чтобы потомство от них раздалось, поздоровее, чтобы отдельные были связи, родственных связи. В основном весь день спят в природе тигры. То есть потому что они хищники ночные. Стараются охотиться, переждаться по ночам. Особенно летом. Потому что летом очень жарко. Они на период жаркий стараются переждать. А охотятся по ночам. Добычу свою ловят в природе. Сразу за шею хватает. То есть или позвоночник лапой может переломать. Таким образом. Долго бежать за своей добычей не будет. Например, за оленем больше 100 метров бежать не будет. Потому что он быстро устает. Стараются из засады напасть на свою добычу. То есть как кошка за мышкой охотится. Таким образом. В природе, то есть, легче всех остальных подвидов переносит мучки тигр в зиму. То есть может подолгу лежать на снегу отдыхать. У взрослого тигра в зиме 500-метровый слой жира полностью брюхо накапливается. У этого жира он и не умер. Потому что прижился наше состояние. Их вообще 5 подвидов существует тигров. Это индийский, индокитайский, южнокитайский, суматранский, амурский. Из всех подвидов амурских тигров крупнее всех остальных вырастает здоровее. То есть из всех кошачьих амурский тигр самый здоровый. Быстро бегает до 80 км в час скорость развивает. Уступает только гепарду. Гепард развивает 110 км. За раз может съесть в природе амурский тигр 30 кг мяса. То есть сразу наелся вдоволь, после этого может несколько дней не питаться. У нас они съедают порядка 20 кг мяса вдвоем. Пока еще молодые котята. Кроме среды у них разрусочный день. Мы их последовательно кормим. Ну и сейчас они получается за одну ночь съели. Вороны мясо во все едят. Молодцы вороны. Каждый тут заходит, но маленький Валера не заходит. Кормим мы их маленьких Валера, туда мясо ложим под манием, там они как кормятся. Чтобы нам можно зайти и живой корм, три раза в неделю дается. Но мы даем живой корм, это кролики, коза или овечка. Это исключение было кабан дикий. Уже были съемки директора, потому и запустили кабана. А вот там... Долгие беглоки? Ну мы сначала, когда перед тем, как запустили, с пацанами спорили, сколько будет бегать. Ну 20 минут у нас было самое большее. Он его за минуту поймал сразу лапы вот в этом месте. За хребетом даже два раза хрюкнул и все, перестал. Быстро. Ну они еще молодые вот эти тигры. То есть это считается еще котята. Потому что они в природе, примерно до такого возраста, до трехлетнего возраста, в природе уходят со своей мамкой. То есть у мамки начинается, и три года исполняется, начинается гон обратный, то есть брачный период у мамки. Они уходят уже от своей матери, уже вместе не будут жить с ней. Самцы, то есть два брата, вместе жить никогда не будут. У них одна, у них своя территория у самца. То есть они уходятся на своей только территории. Самки, то есть две сестры, например, могут жить всю жизнь. А два брата даже не будут жить никогда. Они встречаются, самцы, ну во время гона чаще всего. Стараются на чужую территорию не заходить в природе. То есть они метят, деревья царапают таким образом. То есть мочой также помечают свои деревья, помечают свою территорию. Какой-то на своей деревне. Любимый ком считается поросята дикий. То есть они пошутать нет, они все знают. Со всеми ходил, боялся кнута, но всегда постук его охранял. В этом году уже перестал бояться кнута, то есть нападает на людей. Пятнистый олень вон там с огромными рогами. Он рога тоже каждый год сбрасывает. У него возраст 5 лет. За эти 5 лет это у него уже третьи рога. То есть первые рога были ровные, без отвилков, без этих концов. У них шилы, так шильниками их называют. Потом сбрасывают рога, вырастают очень быстро. Сбрасывают рога в месяц май-июнь, то есть на лето. Косули на зиму сбрасывают хотя бы ноябрь. А пятнистые олени в мае-июнь. Потому у них у пятнистых олени понты, вот эти молодые рожки, которые растут шерстью покрыты так же, как у них, как у косуль. У них один ценные понты. То есть у них лекарства делают. Пант акрил, понты на меду. Потом где-то в мае сбрасывают, в сентябре они уже полностью выросли. То есть очень быстро, за 3 месяца рога у них растут быстрее, чем у косуль. До 5 концов всего на рогах вырастают у косуля. Не больше. Ой, у олени. У косуля до 3 концов, у пятнистых олени до 5. Больше 5 не бывает. Бывает 7-11 концов на рогах попадаются. Охотники со мной спорят, что пятнистые олени видали 7 концами. Это были гибридные самцы пятнистые. То есть как у нас юлька гибридная поместная. Самцы гибридные тоже до 7-11 концов. То есть как у изюбров. Тоже весной полиняет, будет рыжий с белыми пятнами. Олень, цветок. Олень, цветок. А кто тут у нас не имеют петли? Льва, кальцов. Я, конечно. Так же где тигр обитает, льв не обитает. Где волк попадает, знаете, там тигры. Вот эта штука называется гайно. Это кабаны сделали. То есть они ходили по лесу, наломали, наоткусывали веток, принесли. Сделали себе гнездо, гайно. Потом его разломали. Потом, как проводник нам говорит, опять сделали. Потом опять сломали. Вот сейчас оно сломано. Сено, не знаю, наверное, выкапывают из-под снега. Уточки, кролики. Да, кряква. Вот эти два цветных, это селени, то есть самцы. Коричневая, вот эта самочка тоже. Кряква это, да? Это какой? Кряква. Самец, селени. И там самец и самочка. Это чайка молоденькая. Это чернохвостая, она молодая просто. Чайка вообще много, там больше ста двадцати вроде видов. А кролики, кролики, которые серые, вот эти кролики, их недавно неделю назад забросили сюда. Так один кролик, коричневый, в нашем парке родился, сюда мы его закинули. У нас тут много было кроликов, на стоянке бегали, там, где его машины ставили. Просто собаку уже подкинули, там она всех кроликов передавила. Вот одного этого спасли. Живой корм? Нет, был серый, который привозили, да. Серый привозили на живой корм. Но сейчас к нему закинули, к этому коричневому, эти кролики. Хочу не будет здесь уже, в этом парке. Что?